В прямом эфире Ялта 24 о самых главных новостях южного берега Крыма к этому часу. Единственная на ЮБК. В Ялтинскую баню закупили новое оборудование. По словам посетителей, технику проверяют, когда в парилках находятся люди. Опасно ли это и обоснованы ли претензии? Репортаж Анны Бойко. Елена Маркова живет в Ялте с 1970 года. Ходить в баню с подругами для нее традиция. И чай попить, и рецептами поделиться, и попариться. Последнее посещение любимого места отдыха закончилось обращением в Роспотребнадзор. В 15 часов попер пар в парилочку. На вытянутой руке никого не видно. Мы все стали быстренько-быстренько спускаться по лестнице. Единственная общественная баня на ЮБК всегда многолюдно. За день здесь успевают попариться 400 человек. Здание, где можно отдохнуть и душой, и телом, построили больше 30 лет назад. Сейчас в женской парной идет ремонт. Раньше здесь все стены были из камня и, к сожалению, не давали достаточно обогрева. Но теперь стены обшиваются утеплителем и деревом. На сегодня уже планируется завершить все работы. Парной заменили краны, появились дополнительные полочки. Теперь рабочие собирают шкафы для хранения одежды. Мебель стоит здесь еще с советских времен. Тазики новые, тепло. Заранее заходишь в эту парилку, так чувствуется. Очень хорошо, что новые зеркала здесь. Что чистота, порядок. Нет такого бардака, как раньше было. Неудобства, которые испытала Елена Маркова и ее подруги, случились из-за парогенератора. Его установили еще два года назад, когда сломался основной котел. Со своей задачей техника не справилась и ее решили заменить. И четверг как раз был первый день, когда он работал в женском отделении. Парогенератор достаточно мощный и у нас было избыточное, накопилось избыточное количество пар. И эта пара нет никакого влияния на здоровье. Это однозначно не оказывает негативного. Температура в помывочном отделении небольшие. Просто была затруднена видимость. Работа по регуляции количества подаваемого пара уже ведется. Анна Бойко, Анна Пескунова, Новости 24, Ялта. На южном берегу Крыма разрушилась подпорная стена. ЧП произошло вблизи села Верхняя Запрудная. Бетонная конструкция не выдержала движения грузовиков и другого крупногабаритного транспорта. Восстановительные работы планируют закончить. К концу марта, напомню, для всех видов машин закрыта дорога на плато Айпетри со стороны Бахчисарая. Пришлось полностью произвести восстановительные работы. Старая подпорная стена упала в частные домовладения. Буквально через 10-14 дней мы планируем завершить работы, навести здесь порядочек, восстановить асфальтобетонное покрытие и пустить уже полноценное движение транспорта на этом участке. Мы помним, чтим, гордимся. Ялтинские школьники готовятся к празднованию 75-летия со дня Великой Победы. Ученики детально изучают историю местных героев и ищут материалы о них в библиотеках, навещают ветеранов лично. Какой сюрприз готовят подрастающее поколение тем, чей подвиг вне времени, расскажет Олеся Глушко. Любовь Тимофеевна Касмедельянская. Как это было? И вот вели зою, указали на нары. Кира Самохвалова – ученица 6-го класса Ялтинской гимназии имени Чехова. Победитель и лауреат конкурсов чтецов и творческих фестивалей. Мы свободны, и это очень хорошо, поэтому праздник нужно помнить и знать своих, знать то, что кто-то боролся за мирное небо. Кира мечтает стать журналистом. Вместе со своими одноклассниками готовятся снять репортаж о ветеранах. В ее классе ведут исследовательскую работу. Дети общаются с ветеранами, чтобы восстановить подробности подвигов, благодаря которым освободили Ялту. Для подготовки фильма школьной программы оказалось мало. Авторы идеи захотели увидеть, как работают профессиональные журналисты. Макар Павлюченко увлекается историей и любит спорт. Мечтает передавать новости по телевизору. Пробует себя в роли ведущего, чтобы потом подготовленным представить коллективную работу зрителю. Главные новости южного берега Крыма. Тысяча мест за 6 лет в южной столице сокращаются в отеле детские сады. Если я попаду когда-нибудь в прямой эфир, я попытаюсь сделать все для того, чтобы дать людям больше информации. Школьники познакомились с современным телевизионным оборудованием, с работой операторов и режиссеров. Оценили объем предстоящей работы. Все сюжеты находятся здесь. Их нам делают наши замечательные журналисты. И режиссер во время выпуска новостей, скажем так, монтирует. Для подрастающего поколения эта встреча – дополнительная возможность осуществить задуманное. Это сердце Ялты-24. Именно отсюда мы выходим в прямой эфир. Открыто говорим с местной властью и рассказываем актуальные новости южного берега Крыма. Наш коллектив готов передавать опыт будущим коллегам. Мы любим Ялту! Олеся Глушко, Павел Маханьков, Евгений Демногорский. Новости 24. Ялта. Ура! Члены Республиканского комитета по противодействию коррупции проведут встречу с жителями Ялты. Прием граждан состоится 12 марта в 10 часов в Малом зале администрации города. Предварительная запись по телефону – 7978-750-4844. И на этом наш выпуск завершен. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова